Прямо сейчас будет горячий разговор с нашим постоянным гостем. Уже это наш, уже может быть, нештатный такой сотрудник, или про это, кстати, уж нет, да, ну пока нештатный сотрудник программы «Утро на НИСЕЕ». Ты про кого? Про адвоката Владимир, а фамилия у него? Бары-шеф! Запомните, там-та-та-та-та-та-ба-ры-шеф. Про адвоката так и говорят обычно. Да, этот адвокат классный человек, позитивный, а с ним можно говорить на любые темы, но все-таки давайте по его специальности поговорим. Владимир, доброе утро, слышите ли вы нас, видите, все хорошо? Я вижу, вы в автомобиле находитесь, куда вы направляетесь? Да, я на работу планирую ехать. Слушайте, а у нас как раз в студии по случаю тут сальцо Валера притаранил, вот мне кажется, к слову сальцо, вот это слово, оно подходит. Значит, хлебца я принесла. Мы вообще-то в дорогу собираемся, но... И вы, похоже, тоже видите, да? Да, да, но это, в общем, иллюстрирует тему, про которую мы хотели с вами поговорить. Про банкротство. Банкротство физических лиц, когда один хлебчик... Конечно, это к нам не относится, мы к салой едим, как бы, это достаток семье, нормально. Это достаток, это успех, да. Но все-таки, если так случилось, не дай бог, что это такое банкротство физического лица? Много, откуда сейчас это слышишь, это везде. Почему это вдруг всплыло на поверхность, и что это такое? Владимир, проблема какая-то немножко отчуться связью, вроде бы. Может быть. Алло. О, вроде хорошо. Что такое банкротство физических лиц? Заново, да. Да, банкротство физических лиц, это юридическая процедура, прежде всего, которая заключается в проверке состояния... Владимир, мы предлагаем вам отъехать на полтора метра куда-то на север. Да, в сторону Есейска. В сторону Есейска рулите. Чтобы звук был четче с нами, он почему-то прерывается. Или, может быть, наклонитесь немножко в другую сторону, хотя бы вот так, вот так, попробуем еще раз. Давайте еще одна попытка, да. Раз, раз, раз. Раз, раз, раз. Вроде хорошо, вроде хорошо. Мы поняли, что банкротство, это когда проверяют их состояние. Ага. Да, проверяется состоятельность гражданина перед своими кредиторами. Критерии несостоятельности у нас законом предусмотрены. И заключается в том, что гражданин в течение более чем трех месяцев не может исполнять свои обязательства. Я чувствую, меня не слышно. Нет, слышно, слышно. Мы, может быть, что-то не понимаем, у нас такие лица, но сейчас поймем. Не исполнять свои обязательства на сумму тысяч рублей. Ну, то есть простыми словами тысяч рублей и в течение трех месяцев не исполнять обязательства, тогда можно инициировать процедуру банкротства. Да, а что она дает? Плюс или минус? Человеку, который вот попал. Сама по себе процедура, она достаточно сложная и заключается в нескольких этапах. Первый этап – это подача самого заявления. Если меня плохо слышно, вы говорите, потому что мне нужна обратная реакция. Вы показываете. Сама процедура подачи заявления – это подача письменного документа в арбитражный суд Красноярского края. Если вы живете на территории Красноярского края, если вы живете на территории иного субъекта, то, соответственно, также в арбитражный суд того субъекта, где вы проживаете. Для того, чтобы подать заявление, необходимо собрать документы, предусмотренные законом, оплатить государственную пошлину 300 рублей и внести на депозит арбитражного суда 25 тысяч рублей. Это будет та самая сумма, которая пойдет на вознаграждение финансового управляющего. Арбитражный суд, принимая заявление, назначает вам финансового управляющего, и уже вы вместе с этим человеком начинаете предлагать варианты погашения долга. Эта процедура называется реструктуризация долга. Данное предложение должно быть одобрено как судом, так и вашими кредиторами. Если не одобряется ваше предложение, то переходят ко второй процедуре, признается ваша несостоятельность и судят к реализации вашего имущества, движимого и недвижимого. Это та самая процедура, о которой мало кто знает. Эта процедура неприятная, потому что все ваше имущество подлежит описи, и оно оценивается и потом реализуется. Конечно, из этого правила есть исключения. Нельзя реализовать предметы домашнего обихода, ваш профессиональный инструмент, при помощи которого вы зарабатываете, ну, предположим, если вы строитель, это строительный инструмент, если вы музыкант, это музыкальный инструмент, логика понятна. Также нельзя реализовать ваше единственное жилое помещение, в котором вы проживаете. После реализации вашего имущества подводится баланс, и если долги все-таки остались, то мы переходим к той самой цели, которую хотят добиться все лица, так скажем, которые не могут исполнять свои обязательства, это освобождение от дальнейшего исполнения обязательств, то есть прекращение ваших всех долговых обязательств перед кредиторами. Какие есть подводные камни? Если арбитражный судья или финансовый управляющий уличит вас в недобросовестности, то есть, например, при получении кредита вы воспользовались поддельной справкой 2 НДФЛ, у вас не было никаких доходов, но вы ее сделали, тогда вас могут не освободить от оплаты долга, более того, может существовать риск возбуждения уголовного дела по статье мошенничества при получении кредита. Какие еще последствия есть негативные при банкротстве физического лица? В течение пяти лет с момента реализации имущества и прекращения дела о банкротстве лицо не может подавать повторно заявление о банкротстве. Кроме того, данное лицо не может фактически получить в течение пяти лет кредиты, потому что при получении кредита вы обязаны будете сообщить о том, что являетесь банкротом, являлись. Конечно, по факту ни одна кредитная организация вам кредит не даст. Кроме того, вам будет запрещено в течение трех лет управлять юридическим лицом, являться учредителем, а также вы в рамках процедуры банкротства во время ее проведения не сможете выезжать с территории Российской Федерации. Ну вот, это в принципе все такие негативные последствия, которые данная процедура влечет. Владимир, нас, наверное, сейчас смотрят многие люди, которые, ну я знаю, по статистике много таких, которые набрали кредитов и сейчас в сложной такой ситуации находятся. Они думают, подходит ли это мне, подходит ли такой выход мне, думают эти люди. Что, если нечем платить? Ну, условно там на 100 тысяч, например, он набрал, а платить нечем. Это подходит ему? Выход для него банкротство оформить? Да. Значит, законом определена сумма в 500 тысяч рублей. Здесь существует определенная несправедливость, потому что инициировать банкротство юридического лица, предположим, можно, начиная от 300 тысяч рублей. Ну вот физическим лицам определили сумму в 500. Я думаю, что имея долг до 100 тысяч рублей, банкротство нецелесообразно, потому что траты, связанные с проведением данной процедуры, будут сопоставимы с вашим долгом или даже превышать. Я в начале своего разговора упомянул о 25 тысячах рублей, это минимальный взнос на зарплату финансового управляющего. А помимо этого еще представительство адвоката в суде и так далее. Лучше бы, чтобы таких ситуаций не было вообще. В общем, думайте, что берете. Это как у врачей на шкафчиках написано, думай, смотри, что берешь. Да, думай сначала, что ты хочешь делать. Чтобы все-таки до банкротства не доходило. Владимир, а у нас сегодня опрос такой, мы спрашиваем, вы любите место, в котором живете? Либо да, либо нет, при первой возможности же переедут отсюда из города. Только честно, ответьте, пожалуйста. Подумайте, мы вам даем одну секунду раз. Одну секунду, все, она закончилась, да. Ну, да, я люблю место, где я живу. Живу недалеко от вашей студии, так что мне все очень нравится. Да что вы, вы живете, что же вы так говорите? Вы живете в соседнем комнате, вы здесь вот рядом стояли. Что же вы не заходите? Машину, машину садится, якобы Владимир Глатаедев. Хотя сел, тут же на стоянке на нашей находится и все. Владимир Барышев, адвокат, человек хорошего настроения, и специалист в своем деле просто на отличие справляется. Спасибо большое. Владимир, спасибо вам, хорошего прожжения дня вам, до свидания. Да, а я еще хотела пригласить на сало, хлеб тут у нас. На сало? Не будем приглашать Владимира на сало, потому что нам не хватит. Сами порода.